Здравствуйте, еще раз извините, у нас сегодня чуть-чуть технические проблемы, и вот мы остановились на вопросе, который указали. Можно ли при плановом кассе выбрать общий наркоз? Я вам открою секрет. Самое первое противопоказание для спинальной анестезии – это отказ пациентки. Поэтому, естественно, при плановом кессерном сечении общий наркоз мы практикуем. И, к сожалению, очень часто бывает даже, что у пациента, которые сами ходят в спинальной анестезию, но у них аллергия на местные анестетики, мы их должны иногда расстраивать и выбираем сам вид общего анестезии. Открою еще раз секрет. У нас из 100% анестезии, 98% анестезии проводятся под спинной мозговой анестезией. Всего лишь 2-3% у нас только делаются общие наркозы. Так что общий наркоз тоже у нас применяется. Третье. Прошло 3 года после эпидуральной анестезии, а боли в позвоночнике до сих пор беспокоят. Тут, конечно, спорный вопрос. После эпидуральной анестезии, по идее, само по себе, боли в спине не возникают. То есть, если бы у всех возникали боли в спине, то бы у всех повалено. Кому делать эпидуральную анестезию, то бы у всех болели спин. Ну, тут бы я, конечно, скорее всего, больше бы обратился к неврологам для уточнения конкретно диагноза. То есть, там, МРТ позвоночника сделать и, соответственно, отдифференцировать. Нет ли других причин? А нет ли у вас избыточной массы тела? А не резко ли вы поправились? Третье. Четвертое. Очень актуальный вопрос. Головные боли, постспинальная анестезия и способы лечения. К сожалению, да, бывает и осложнение постспинно-мозговой анестезии. Одним из самых частых и, слава богу, самых безобидных является у нас так называемая постпункционная головная боль. В чем особенность постпункционной головной боли? Обычно она проявляется через 24 часа после проведения наших манипуляций. То есть, либо эпидуральной анестезии в родах, либо спинно-мозговой анестезии. И самой характерной особенностью этой боли является то, что если вы, когда лежите, у вас голова не болит, а как только вы присаживаете или вертикализируете, усиливается головная боль, это может указывать на то, что у вас, скорее всего, постпункционная головная боль. Но, соответственно, дифференциальную диагностику этих болей проведет анестезиолог на месте, когда пообщается с пациенткой. Лечится обычно консервативно, день-два обычно это проходит. Самое главное, пациентка, когда только почувствует эти головные боли, сразу должна предупредить медицинский персонал, чтобы анестезиолог подошел, грамотно дифференцировал причину боли. Если это постпункционная боль, начать лечить своевременно. Лечится она инфузионной терапией. И сейчас последним клиническим рекомендациям могу, это не является секретом, кроме обильного питья, еще используются таблетки кофеина. То есть для кормящей грудью в сутки разрешена максимальная дозировка 750 мг. То есть вы в течение дня, каждые 8 часов, выпиваете по одной таблетке. Соответственно, в сутки получаются 3 таблетки кофеина, пензат. Это в свободном доступе есть, в аптеках продается. Но у нас инфузионная форма, то есть ампульная форма препарата, мы используем, как сатоковый ветер. Почему проявляется головная боль? Из-за особенности строения твердой мозговой оболочки. К сожалению, она у нас очень разная у всех. И у тех, кто сейчас в последнее время женщины перенесли ковид, в течение 6 месяцев она остается воспаленной. И может быть из-за этого больше всего, скорее всего, связаны причины подтекания ликора. И поэтому может быть причина головной боли. Да, есть, конечно, другие, более альтернативные методы лечения. Когда уже постфункционная головная боль не проходит, не купируется, она выраженная более 3-4 дней, то мы прибегаем к другим процедурам. Вы, наверное, уже смотрели в интернете. Я знаю, что многие женщины смотрят, они сразу, когда я прихожу, начинают говорить, а вы нам будете делать эпидуральную пломбировку? То есть пломбировка – это, как бы сказать, очень и очень вынужденная мера. И не каждый будет этим методом практиковать. Обычно это лечится консервативно. И открою секрет, и на 3-4 день она сама тоже иногда проходит. Проводят плановые операции в выходные дни. Плановые операции мы стараемся делать, все заканчивать, естественно, в рабочие дни. И, слава богу, у нас штатное количество позволяет это делать. В основном, если что-то происходит, то плановые выходные мы делаем экстренные операции. Будут ли плановые операции в праздничные дни? Да, плановые операции будут в праздничные дни. Мы со 2-го числа, со 2-го января усиливаемся. Будет усилена не только анестезиология, ну, в первую очередь, конечно, акушерская бригада, анестезиологическая бригада и все неонатальные службы, детская реанимация, мы будем все в усиленном режиме и будем работать и в праздничные дни после 2-го января. Просто сплановые операции брать. Нужно ли брать с собой повязки, стерильные бинты для шва при кеслеровом сечении? Ничего брать с собой не нужно. У нас все есть. Как уже одна женщина написала, беременна. Это в рамках ОМС. Все включено, все бесплатно. Мы просим брать вас с собой только в основном в воду, потому что после операции первых двух суток обязательно питьевой режим должен быть насыщенным. От 1,5 до 2,5 литров жидкости надо будет пить. Третье. Какие обезболивающие препараты делает в родах не вредли мне, а не малышу? Иногда акушер прибегает к обезболиванию родов. Тот же самый в клинических рекомендациях рекомендован. Можно обезболить в первом периоде родов. В первом периоде родов. Это может тот же самый процентом и прокапать, и промедол разрешен. Соответственно, где в инструкциях препаратов это указано. Я всегда при кесаревых сечениях, при любых манипуляциях прошу, чтобы вы настроились на роды. Еще раз попросили еще раз на первые вопросы ответить. Расскажите более подробно про эпидуральную анестезию в родах. Эпидуральная анестезия в родах проводится целью уменьшения болевых рецепторов. А, то есть болевых ощущений, которые нам идут с болевых рецепторов. Буду стараться объяснять вам простым языком. А именно, эти болевые рецепторы нам поступают с 12-го грудного позвонка примерно по 1-й поясничной. Основное место. То есть, соответственно, моя задача, как анестезиолог, заблокировать те самые импульсы, которые поступают с этого уровня. Поэтому эпидуральная анестезия проводится между первым, вторым поясничными позвонками и 12-м грудным и первым поясничными позвонками. То есть, если у вас есть описание МРТ, если у кого-то проблемы боли со спиной, ознакомьтесь, пожалуйста, с этими уровнями. То есть, еще раз озвучу. 12-й грудной, 1-й поясничный и 1-й, 2-й поясничные позвонки. Для спинальной анестезии мы выбираем промежутки более ниже. Это получается между третьим и четвертым поясничными позвонками и между первым и вторыми поясничными позвонками. Соответственно, если у вас татуировки на этих уровнях есть, тоже будут противопоказания для эпидуральной анестезии и для спинальной анестезии. Еще вот отвечу на вопрос. Почему у нас не делается в роддоме по умолчанию эпидуральная анестезия всем роддомам? Еще раз подчеркну, для эпидуральной анестезии есть строгие показания. Это не только желание пациента. Естественно, желание всех пациентов у нас учитывается. Но есть показания. Это если у вас прекламсия, экстрагенитальные заболевания, то те же самые артериальные гипертензии, бронхиальная астма, глумеролонефрит, то вам 100% будет показана эпидуральная анестезия в родах. И есть еще крупный плод, соответственно, по УЗИ-скринингу. И иногда бывает такое понятие, как широкая дискоординация родовой деятельности. То есть это будет сугубо решаться с акушером во время родов. Если у вас роды протекают нормально, никаких противопоказаний нет, то акушер выберет тактику эпидуральной анестезии в родах. В каких случаях в первом периоде делает промедол? Промедол. Вот еще раз я вам говорил, промедол может быть как альтернатива. Если у вас аллергия на местные анестетики, у вас есть противопоказания для эпидуральной анестезии, соответственно. А какие противопоказания, я вас еще раз могу еще рассказать. Это аллергия на местные анестетики, лидокаинового ряда. То есть они по-другому называются амидная группа. Первое, если у вас есть аллергия на местные анестетики, естественно, никто эпидуральной анестезии делать не будет. Второе, фиксированный сердечный выброс. Но слава богу, у нас в роддоме такие пациенты не наблюдаются, они наблюдаются в Республиканском перинатальном центре. Третье, если у вас есть изменения со стороны полуглограммы, то тоже будут противопоказания. Так, если у вас... Вот вопрос, да. Если у вас плановое КСЭ назначено на 4 января, когда вам нужно поступить в роддом? У нас принято поступать накануне. То есть, соответственно, 3 января вы поступите, у вас возьмут все анализы, анестезиолог вас посмотрит. Если будут какие-то недообследования, то, соответственно, анестезиолог назначит вам это обследование. Нам обычно суток хватает, чтобы устранить все недочеты и принять решение по той анестезии, которой вам будет назначена. Либо спинальная анестезия, как я и говорил, 98% случаев, либо эндотрахиальный наркоз, если вы откажетесь от спинальной анестезии. Почему выгодна спинальная анестезия в родах, спинальная анестезия при кесаревом сечении? Почему весь мир старается делать именно спинальную анестезию в родах? Во-первых, это безопасно, поверьте мне. Это безопасно. Иголки сейчас унифицированы. Они хорошие, они тонкие. И не у всех они вызывают постфункционную боль, о которых я говорил. Во-вторых, при спинальной анестезии намного менее выражен стрессовый ответ. То есть если после общей анестезии вы, как только выветрится анестетика, сразу будете испытывать боль, то после спинальной анестезии у вас болевого синдрома еще не будет минимум полтора-два часа. И самое приятное, вы будете во время операции, вам пушеры сразу покажут вашего малыша, вы убедитесь, что с ним все хорошо, а это будет плюс не только вам, но и нам. И сразу прикосновение малыша, вам приложат сразу в операционной груди, и вы это будете. Потому что общение и сразу раннее прикосновение мамы и малыша только во благо. Так. Можно ли получить общий наркоз? Предыдущие были общие. Естественно, я же вам сказал. Айгуль пишет, да, Айгуль Расланов. Естественно, если вы настроены на общий наркоз, никто вас переубеждать не будет, но мы вам дадим общий наркоз. Сейчас препараты не то, что раньше были в 80-х годах, минимально на плод, и практически через 15 минут они уже все выветриваются из организма. То есть с операционной, если никаких эксцессов не будет, вы будете выезжать на спонтанном дыхании, сразу будете обезболены. После операционного периода у нас 80% обезболиваются нестероидно-противовоспалительными средствами. Некоторые, еще 15%, дополнительно требуют обезболивания наркотическими анальгетиками. Некоторых болевой синдром настолько выражен, мы же понимаем, что у всех людей болевой порог разный, а то приходится еще подключать антагонист ненаркотических в виде тромогола. Бывают разные ситуации, да. Но самый главный настрой. Самый главный настрой, потому что те мамы, которые хотят увидеть своих малышей, они настолько рвутся к своим малышам, что иногда даже отказываются от всех препаратов. Наоборот, иногда нам даже приходится их убеждать, что надо обезболиваться. То есть, еще раз говорю, вы должны ждать этой встречи с малышом и настраиваться. Поэтому, как говорится, как вы настроитесь, так все пойдет. Поэтому я всегда прошу у своих пациентов три вещи. Хорошее настроение, хорошего настроя и доверия. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы ваши роды прошли комфортно, в благоприятных обстоятельствах. Мы всегда настроены для вас радушно. Так, вот для всех, вот для всех девушек надо знать про противопоказания татуировок на спине и эпидуральной анестезии. А то на ляпы помолвусь татушек, потом доктор обезболить не сможет. Да, я вам сказал уже, это является противопоказанием. Татуировка на месте пункции, особенно в тех местах на спине, которые молодые девушки делают, это является противопоказанием. Недавно одну девушку я встретил, мы с ней разговаривали насчет, она сильно расстроилась, она была настроена на спинальную анестезию. Я ей сказал, никаких спинальных анестезий, эпидуральных анализировок, только общий наркоз. Поэтому мы в наше время работаем по клиническим рекомендациям, где четко прописано противопоказания. Так что имейте в виду, потом не обижайтесь, что мы не делаем уковые статуировки на места пункции. Я вам перечислил, где будут примерно проводиться эти уколы. То есть если у вас поясницы между третьим, четвертым, вторым, третьим, первым и двенадцатым грудными позвонками есть статуировка, то это будет противопоказание. Да, есть некоторые пациенты, у которых стоит металлоконструкция, у некоторых у которых проблемы были перелом позвоночника, или у которых установлена металлоконструкция. В этих случаях, слава богу, мы живем в 21 веке, у нас есть аппарат УЗИ, мы можем под УЗИ-контролем вывести эти все промежутки. Если мы увидим, что все сохранено, анатомические ориентиры хорошие, мы можем под УЗИ-контролем сделать тоже спинномозговую анестезию. И в трудных случаях. Иногда, ну, к сожалению, век у нас сейчас такой, и пациенты бывают с избыточной массой тела. Некоторым, ну, иногда тяжело ориентироваться в анатомических структурах организма, а когда тяжело прощупать, так скажем, мягко. Поэтому тоже прибегаем к услугам УЗИ. Так. Бывают ли случаи поступления к вам иностранных пациенток? На каком языке вы с ними общаетесь? Так, я вам открою секрет. Я в свое время учился в башкишко-турецком лице, и поэтому в совершенстве знаю, ну, английский разговорный уровень, есть и турецкий разговорный уровень. У нас очень много пациенток с Азербайджана поступает, потому что турецкий очень похож, мы с ними общаемся. Недавно была пациентка индуска, я с ней спокойно разговаривал на английском. То есть, если нужны, если вам нужны для подтверждения, могу, там, элементарные вопросы, которые мы можем спросить, мы можем у вас, то есть, например, типа такой, have you any allergic reactions to the drugs? We will give you spinal anesthesia, epidural analgesia, analgesia, or endothracheal intubation. То есть, такие вещи мы, слава богу, в медицинском учимся, сейчас и век без английского языка никуда, поэтому у нас 70-80% сотрудников все владеют иностранными языками. К сожалению, без этого никуда не обойдемся. Да, есть у нас проблемы с таджиц, как его, таджицким языком, да, вот это вот проблема. Ну, сейчас эротехнологии... То есть, в этом... В этом случае тоже проблем нет про иностранные языки. Так. Как вы относитесь к участию супруга в родах при кесаревом сечении? Я скажу честно, я сам отец троих детей, отношусь к этому отрицательно. Потому что у нас были трое родов, я ни в одних родах не участвовал, я просто потом... Да, естественно, как у нас многие папы у нас приходят. И вообще, операционная это стерильная зона. Туда никого не пускают. Вы должны это запомнить, ладно? Я тоже, как сам отец, я просто заходил уже, слава богу, естественно, роды были только после истечения пуповины. Я только тогда заходил и смотрел ребенка. И вам, да, я вам уже открывал секрет и говорил, что моя супруга всех троих детей рожала без эпидуральной анагезии. Потому что мы ходили на все тренинги в женских консультациях, посещали сами. Потому что вы должны понять, что роды – это физиологический процесс, это не патология, это природа заложена, понимаете? Если вы к этому настроитесь положительно, то и роды у вас пройдут, соответственно, в том же режиме, который вы настроитесь. Вы сейчас век технологии, вы тоже должны сами считать, вы должны знать, что с вами происходит. Вы должны интересоваться собой. Потому что это очень важно. То есть вы, когда рожаете, должны примерно представлять, хотя бы что с вами происходит. Как некоторые пациентки, тупо не истерить. Вы должны представлять, а вот меня вот так. Задавило туда, значит, я рожаю. Хотя бы иметь какие-то представления общие. Сейчас же много чатов. Поэтому, как я уже говорил, самое главное – настрой. Если больше вопросов нету, с удовольствием потом на сайт зайду, прочитаю и постараемся с вами все ответить. А всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Надеюсь, на следующий год и в этом году, кто будет встречать у нас Новый год, мы с вами встретим в хорошей атмосфере. Будем увеличивать наши демографические показатели. Все детишки у нас будут здоровые. И самое главное – родители счастливые. Поэтому всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Вот шапочка. Попросили еще раз убедиться, чтобы на английском сказать и в следующем году, я желаю вам счастье только счастья. Я думаю, что ваш ребенок будет здоровым. И мы всегда живем счастливыми. И в целом, мы увидим peace. Всех поступающим.